Здравствуйте, ребята, всем привет, со мной здесь на связи автор канала «Русская Америка или Муша». И сейчас мы начнем с такого самого интересного, это вот мне это интересовало, потому что я в прошлом году ездил в Штаты, а именно в Калифорнию, потому что я связан с IT-сферой. И мне интересно, как, вот какие есть варианты, какие есть пути попасть именно программисту. То есть человек, неважно, допустим, он в СНГ, он уже есть какой-то опыт работы и он желает переехать в Штаты именно как айтишник. Вот какие есть варианты, что нужно сделать и какие требования для этого? Ну, если у него нет разрешения на работу либо грин-карты, то тогда ему нужно получить разрешение на работу, чтобы работать айтишником. Ему как минимум нужно получить рабочую визу и после того, как он получит рабочую визу, как правило, это H1B, хотя бывают и другие визы для айтишников, потому что, может быть, L1, если это переводом, допустим, из французской компании, может быть, у французской компании есть филиал в Америке. Как правило, это H1B. И вот есть определенные компании, которые больше всего этих H1B виз выдают. Ну, это компании-монстры, типа Google, Facebook и так далее, Apple. И к ним люди едут на работу. Ну, для этого нужно, чтобы получить это приглашение, надо пройти собеседование с работодателем. Ты правильно ездил в нужное место, больше всего этих компаний сосредоточены на Силиконовой долине. Хотя не всегда так. Бывает, что берут айтишников и в Нью-Йорк, и в Бостон, и в какие-то другие города. Ну, вот так. Ну, а какие вот, то есть, что должен, какие минимальные требования для этого человека? Ну, знания английского там и так далее. Прежде всего, он должен быть востребован. То есть, компания пишет петицию в ингредиционную службу, что они не могут найти такого человека на рынке Америки. То есть, прежде всего, это его знания, профессионализм. Английский, конечно, тоже важен. Но профессиональные знания – это самое первое, самое главное. Конечно, высшее образование, это, конечно, опыт работы. Это, конечно, знание предмета. Нельзя быть программистом, если ты учился на поварах. Надо как минимум выучиться на программиста. Окей. Ну, и по поводу зарплаты. Встречный вопрос. Сколько? Какая, например, средняя зарплата? Вот возьмем ту же Калифорнию, потому что в каждой штатах своя вилка. Это, как правило, 100 тысяч долларов в год, как правило. То есть, бизнесы примерно столько зарабатывают. У меня есть один мой зритель. Он живет в Нью-Йорке, работает в Нью-Йорке программистом. Он в Беларуси. И ему повезло, он выиграл грин-карту. Ему не надо было там искать работодателя. Он приехал уже по лотереи. И он нашел первую свою работу на зарплату примерно около 100 тысяч долларов. Это была первая работа сразу на старт. И вот сколько из этих 100 тысяч в год он отдаст на таксы? Ну, опять же, как ты знаешь, что зависит от количества членов семьи, от детей, от штата, где он живет. Потому что есть там еще федеральные таксы штата. Но примерно около 20-30%. Это если, скажем так, нет семьи, нет детей и так далее. Да, и дживенцев, потому что, может быть, там дети еще какие-то, быть, другого брака и так далее. Которых он содержит. Все очень индивидуально. То есть, в принципе, такая ситуация, как и у Франции. То, что сам больше платишь налогов, если ты один, если ты молод, если ты... Абсолютно точно. Обзаводите с семьей. Неважно, где вы живете, во Франции или в Америке. Да, это точно. То есть, вот таким способом государство мотивирует людей, чтобы они заводили семьи. Классно, да. Это хороший повод экономии. Да, это точно. А вот еще такой вопрос по поводу... По поводу... Как она называется? Страховка. Еще раз, да? Вот сколько это пользуется? Потому что во Франции есть государственная страховка, которая бесплатна. То есть, она... Как только у тебя есть документы, ты можешь ей пользоваться. И там тоже проценты разные. Вот 50-70%. Плюс еще ты можешь получить у работодателя еще дополнительную страховку. И то есть, 100% тебе все покроет. И это стоит очень... Ну, это... Это дешево. А какая история с этого? Смотри. Значит, здесь есть тоже бесплатные страховки. В Нью-Йорке она называется Medicaid. В других штатах по-другому называется. Но это похожая как бы система. Это страховка для малоимущих. То есть, если человек не работает, у него нет дохода, он может, даже не имея грин-карты, даже не имея, даже ожидая или находясь там в каком-то статусе, он может получить такую страховку. Я говорю сейчас про Нью-Йорк, потому что в некоторых штатах действительно нужна грин-карта для этого, для того, чтобы получить страховку вот эту бесплатную. Что касается платной страховки, например, для программистов, тут два варианта. Либо человеку дает работодатель, либо он ее должен покупать. И опять же, она стоит, может, там от 300 долларов в месяц, там до 1000 долларов в месяц. Есть разные страховки. Есть страховки, которые покрывают там зубного врача. Есть страховки, которые там покрывают какие-то там сложные процедуры и так далее. То есть, на самом деле, довольно как бы запутанная система, может быть, еще похлеще, чем налоговая система. Это система страховок медицинских. Обама пытался этот клубок распутать, пытался сделать реформу Обама-Кера, о которой много говорили. В итоге у него толком ничего не получилось. Очень сильная врачебная, так сказать, мафия. Ну вот мафия не значит, что они там преступники, а в таком понимании, что они все это контролируют. Эти страховые компании с годами, там 60-х годов, с врачами сплелись. И распутать эту систему, удешевить это медицинское обслуживание, пока не получается даже президенту. К сожалению, так. Поэтому все довольно... С медицина здесь сложно. Ну и в плане оплаты. То есть, либо бедный должен быть, тогда получишь ее бесплатно, либо должен платить. Хорошо, следующий вопрос по поводу грим-карты. Вот я лично вот играл в эту вот последнюю грим-карту. Я так понял, что ответы будут в мае, да? Ответы будут в... Результаты будут. Да, ответы будут в мае, но, опять же, предсказать, что будет с грим-картой дальше, мы не знаем. То есть, сейчас в Конгрессе идет, так сказать, переговорный процесс между Трампом и конгрессменами. Будет ли грим-карта вообще? Вопрос по поводу политики мае-настасонной Трампа. Что он уже сделал и чего ждать? Ой, он много чего говорит, но пока еще нету реальных каких-то законов на самом деле. Вот в ближайшее время должно быть что-то случиться. То есть, хотят отменить лотерею, мы об этом говорили. Хотят все-таки построить стену с Мексикой, хотя там она частично уже есть. Хотят увеличить количество как раз вот и интеллектуальной иммиграции в этом плане. Это плюс, например, для тебя, как для программиста. И хотят убрать семейную иммиграцию, частично убрать, скажем так. То есть, вот эта цепная иммиграция, когда там все-все тянут, там, племянников потом и так далее пошло. То есть, хотят только близких, самых близких родственников. Ну, вот так вот. Окей, ну, все, тогда все ясно. Спасибо за ваши ответы. Ребята, ссылка на Юрия будет под видео, так что подписывайтесь. Годный контент. Хорошо. Яр тоже с тобой познакомиться. Когда приеду во Францию, обязательно увидимся. Друзья, также подписывайтесь на канал Дениса. Ссылка под видео. У нас две части еще есть на YouTube, если вдруг на эту попадете случайно. Значит, подключайтесь и не бойтесь уезжать. Не бойтесь учить язык. Вот вам пример живой. Денис, не зная французский язык, он его освоил, работает программистом и, может быть, еще и в Америку переедет. Может быть, все может быть. На разведку уже съездил, посмотрел. Поэтому не бойтесь, пробуйте. Вот самое страшное в посыле вашем – это трусость. Когда люди вот боятся. И я когда-то рассказывал, что у меня был там первый такой этап эмиграции, который я хотел уехать на Кипр. Но я реально осознаялся на том, что вернулся назад в Россию. И я струсил. Я сам себе сказал, я трус. Я не смог уехать. У меня все равно тут сдерживающие факторы были. Так вот, перешагивайтесь за эти сдерживающие факторы. Набирайтесь смелости. Если хотите жить лучше, пробуйте. В конце концов, земля-то одна. Можно вернуться, если не получится. Ну да, и мы же не деревья. Да. Точно. Все, пока. До новых встреч. Пока, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok